друзья с вами прибалтийская дача и разговор сегодня у нас пойдет о луке эксибишен это лук голландской селекции кто еще не знает головки вырастают до ты дай до кило 200 при хорошем хорошем уходе только рассадный способ ну вот пришло время высадить этот чудесный лук вот как вы видите расстояние между ними 20 а то иногда и больше потому что луковицы большие рассада хорошие вот вы видите сейчас она немножко отойдет и хочу сказать что надо прежде всего сделать конечно мы высадили рассаду видите меня грядочка такая здесь нара ну штук 100 на раз будет наверное этого лука эксибишен так что дадим ему недельку но не больше недельку немножко отойти супер овстала кто не знает что не пугайтесь что вот перо лежит вот а нам хочется как бы чтобы все встало все это будет у нас высадили хочу сказать кто сейчас хочет посадить не сажайте лук этот сажается только где-то феврале месяца иначе он не успевает просто вызреть луковицы тележат 4 месяца у них такой сладковато острый вкус и поэтому вот если вы не успели просто возьмите на заметку и у вас на следующий год будет такой шикарный лук вот я вам сейчас что скачу сказать высадили мы на грядку дадим недельку ему оправиться прижиться и надо делать подкормки первая подкормка как обязательно это азотными удобрениями кто не пользуется азотными удобрениями можно конский навоз можно куриный навоз биогумус можно и жидкий и такой подсыпать под корешок немножко подрыхлить его и так делать один раз в неделю если это натуральные био удобрения а если у вас конечно типа как аммиачная селитра ну я так думаю что ну раз в две недели потому что лук тоже на капли всякие нитраты лучше конечно друзья сейчас очень хорошо в магазинах продается всякий конский навоз гранулированный шикарный там нету никакой травы как если примеру из-под своих животных так что вот лук оксибишин во всей своей красе посмотрим еще видите перо хорошее сейчас немножко отойдет потому что сейчас апрель месяц еще сегодня если не ошибаюсь ну 29 28 или 29 что же за запуталась вот и просто подкормим каждую недельку и сами не узнаем какой у нас шикарный урожай так что если кто не это возьмите обязательно еще хочу рассказать на заметку на следующий год приобрести этот лук голландской селекции так что до новых встреч с вами была прибалтийская дача я уже показывала друзья как бы возвращаясь показываю показывала как выращивала я его а теперь вот он уже на грядочке лук оксибишин ну что будем наблюдать пока пока друзья